Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 20 ноября, день иконы Божьей Матери в Зыгрании. Сегодня почитается икона Божьей Матери с младенцем в Зыгрании. Это необычная икона. На ней младенец Иисус изображается в движении. В Зыгрании считается женской иконой и представляет собой копию аналогичного византийского образца. Ее считают чудотворной. К ней принято обращаться женщинам, которые долго не могут родить ребенка. Желательно приходить к образу и парой, чтобы молиться вместе с супругом о даровании ребенка. Этот день в народе называли днем Федора Ледостава. Начинался промысел рыбы. В этот день народ ходил в церковь и заказывал молебен под названием «Взыграние». Особенно это делали женщины, которые должны в скором времени родить ребенка. Если так сделать, то младенец будет здоровым и вырастет крепким. Также в этот день матерям выказывали особый почет и уважение. Им дарили подарки, угощали вкусной едой. Сегодня крестьянки начинали прясть. А перед началом работы обязательно молились святому Федору, чтобы он им помогал. Ведь Федора считали покровителем женского рукоделия. Приметы. Если сегодня обильные снегопады, весной будет сильное половодие. Беременным женщинам в этот день стоило быть особенно доброжелательными и кроткими. Проводить время в молитве и размышлениях о своем здоровье. Тогда ребенок будет здоровым и спокойным. Все, о чем в этот день думает беременная, переносится на ребенка. Поэтому будьте в позитиве. Сегодня нельзя перекусывать на ходу беременной женщины. Ребенок будет беспокойным. Сегодня можно только ткать и прясть. Если беременная женщина сегодня много спит и мало трудится, то ребенку передадутся эти качества. Будет ленивым. Что на этот раз, Геннадий Петрович? На этот раз как раз мы приготовим поистине целебное блюдо с омолаженными свойствами широкого спектра действий как для детей, так и для взрослых. И особенно для пожилых людей. Вот смотрите, можно съесть морковку? Ну, конечно, ее можно съесть, но как-то она не особо. Для меня, например, как-то вот то, что я сейчас вижу, не очень сочетаемо. Ряженка, потом творог, зерна, морковка. Как это все соединить до мёда? Ну, тем не менее, тем не менее, вот это все отлично сочетается. И то, что нельзя там вот грызть этот сельдерей, как-то он невкусен будет. Отрезает лишнее. Он у нас будет весьма и весьма вкусен. Отрежем все лишнее, ненужное. Вот, один сельдерей раз. Так, чистенький. Вот так вот чистенький. Да. Он как раз укрепляет половую силу. Удивительное растение. Ну, мы возьмем примерно столько сельдерей, в серединочку. Остальное нам не надо. Так, мы это поклоняем сюда. Есть. Так, теперь петрушечка. Петрушка, зелень нужна. Прекрасно выводит лишнюю воду из организма, если хотите, чтобы не было отеков. Ну, вообще, чтобы почки хорошо работали. Кстати, но беременным нельзя, возможно, срыв. Это даже, по-моему, по-моему, петрушка. Вы думаете, кинза? Да, может и кинза быть. Похоже, петрушка. Хорошо. Берем, видите, столько. Съедите столько. Съедите столько. Съедите лучше, съедите. Так вот, мы с вами делаем. Что берем? Берем две горточки зерна, прорушу. А вы сами проращиваете? Я его проращиваю сам. Я научился его проращивать сам. В больших, так сказать, промышленных объемах. И это делаю легко и просто. А как это делается? Морковка. Ну, мы много брать не будем. Мы возьмем вот столько морковочки. Что теперь? Что теперь? Ну, неужели сырой картофель? Сырой картофель. Сырой картофель также содержит полезные вещества, которые необходимы. Кстати, а что превращается здесь в прорастание? Вы знаете? Ну, расскажите. Оказывается, крахмал, который находится в зерне, во время прорастания превращается в саладовый сахар. И там нету крахмала. Это уже растение. А в картофеле же есть крахмал? В картофеле есть крахмал, но он не вареный, он гораздо лучше будет усвоиться. Итак, мы просто. Опа, опа, набросали. Теперь берем петрушечки сюда. Да, вот как ученицка Геннадия Петровича это делает. Да, да, да. По-простому. С силой, да, и руками эффектно. Теперь мы с вами берем... Нет, там есть вот этот, вот этот, вот этот, верхний слой. Николай как раз балагает. Ну, я как раз сделал. Вот, все. Теперь смотрите, если мы делаем на семью, да можно вот так, все на семью. Раз, и все. Отчего мы будем возиться? Смотрите, а? Попробуем переваривать, не перемириться. Для этого мы должны с вами... Ну да, и по отдельности попробуй это съесть, наверное, не очень вкусно. Не получится удовольствия, да. Но тем не менее, а мы с вами. Вот, заливаем. Не рванет эта смесь? Потом не рванет. Так, и теперь для вкуса, для вкуса, еще не все. Для вкуса, так, немножечко меда, мы потом лучше его сделаем больше. Такой вот жидкий мед, да? Да. Все это дело закрываем, включаем и сначала на маленьких оборотах. Миксер мощный. Поэтому все лемит. И все продукты, которые здесь есть, они смешиваются из всех этих, однозначно один. Один. Да. Плюс пророчное зерно. Пророчное зерно, оно именно дает жизненное лемит. Вареная пища, этого не дает. Это только растение. А прорастающее растение, его дает намного больше. Витамин Е. Ой, чтоб не было там морщин и прочего-то. Для потенции. Витамин А. Витаминов группы Б, здесь огромное количество. Это такого количества нигде нету, витаминов группы Б. И поэтому сейчас вставочка у нас. И, кстати, зеленый цвет успокаивает. И если имеет помидор организма воспаление, он его снимает. Самое интересное. Когда воспаление есть, влага красный. Я смотрю, уже чувствую оздоровительные эффекты. Во-во-во-во. На картинку вы сейчас смотрите. А скажите, как часто это надо пить, есть? А вот это как раз целебные завтраки или ужины. Я так стаканчик выпил, стаканчики. И этого хватит в качестве завтрака. Наливаем. Прям вот, вот, он может заменить завтрак, да, это блюдо? Это, это, на всю семью мы просто сделали слишком много. А, ничего-ничего. Я после тренировки приду еще на ночь. Во-во-во-во, кстати, я кладу, ставлю это все в холодильничек. И потом все это попиваю. Но, не спеша, сейчас. Двадцать четвертые лунные сутки. В эти лунные сутки начинается пробуждение природных сил для нового лунного цикла. Естественно, этот процесс происходит и в человеческом организме. Причем активируется творческая, мужская энергетика, которую можно использовать на созидание чего-то нового. Или выполнять тяжелую и продолжительную физическую нагрузку. Тренировку, в конце концов. Если этого не сделать сегодня, то творческие силы, не получив должного выхода, могут навредить, либо исчезнуть за ненадобностью. День подходит и для интимной близости. С целью реализации мужской энергии. Питание доверьтесь вкусам, но не переедайте. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч!